Всем привет! Меня зовут Анатолий Ясинский. Сегодня с вами поговорим на тему, которую я очень давно хотел поднять. Я давно ее уже мусолил в разных форматах время назад, и мне все хотелось ее подтянуть к тем историям, которые я сейчас рассказываю на разных бизнес-форумах и на всяких разных школах, во всяких разных курсах в разных школах и здесь в MBA, а у меня их тут сейчас получилось так, что довольно много разных. Эта тема про будущее, про создание нового, про смену парадигмы, про эти все миры и букабани и прочее. Что-то в каком-то форме я даже рассказывал в рамках наших лекций на Life Classes. Мне всем хотелось зайти чуть поглубже, потому что у меня есть на Life Classes очень, мне кажется, такие пространные, большие, длинные лекции про эпохи, когда менялась парадигма какая-то в мире. То есть это было и про возрождение, и про эпоху барокко, то есть когда начиналось просвещение, эпоха просвещения началась и про реформацию. То есть были такие на эту тему исследования и лекции с анализом и произведения искусства, и того, что происходило в философии. В общем, такие достаточно большие вещи. Но фишка в том, что на самом-то деле началась у меня вся эта вот история с одной очень темой, которую я давно делаю, это история про восприятие этих смен и перемен в веках. Очень это интересно, потому что эти смены парадигмы, смены картины мира, естественно, они проходили всегда. Вопрос в том, что последнее время происходит достаточно быстро, время назад они были все медленнее, еще дальше совсем медленно происходили. Но тем не менее все это дело укладывается в одну и ту же конструкцию. И сейчас, мне кажется, это очень важно разобраться именно с какими-то моментами, которые лежат в фундаменте нашего теперешного понимания всего этого дела. А фундамент лежит, собственно говоря, в тех религиозных основах, которые до сих пор как бы воспринимаются актуальными, то есть в христианстве, скажем там, или в каких-то других арамических религиях. И при этом глянуть на те времена, когда, собственно, совсем давно, то есть с самого начала человечества, вплоть на архаику, посмотреть, что там происходило. Вот, конечно, на самом деле очень бы хотелось посмотреть бы еще и на Китай, и на Индию, потому что там очень интересные отношения к ритмам, к этим циклам безумным, к югам и всем прочим, которые там охватывают десятки тысяч, сотни тысяч лет, это же миллионы. Вот, но это скорее вещь такая, больше, ну, как бы чисто культурная или там антропологическая, она, это графическая, она очень интересна с точки зрения такой чистой науки, скорее, или просто как некого такого интересного факта. Вот, а что касается вот этих вот моментов, связанных с христианством, это очень близко с нами и, в общем-то, то, что формирует, в том числе, и нашу картину мира, несмотря на то, что мы как раз преодолевали христианство в разных форматах, снова к нему возвращались, снова преодолевали, вот, и тем не менее все равно это лежит в основе многих наших очень пониманий. Это еще, собственно, дедушка Вебер сказал, да, в свое время, что от религии зависит очень много, в том числе, как ни странно, эффективность даже экономики, вот, то, что он просчитал, собственно, в самом-самом начале 20-го века. Вот, поэтому сегодня мы поговорим про вот эти вот моменты. Сразу скажу, что начало у меня будет, в общем, я взял из тех презентаций, которые у меня сейчас как раз посвящены вот этому будущему и сменой парадигмы, потому что, собственно, эта историка, вводная часть, она, в общем, достаточно одинаковая. Должна быть, везде понимание, почему все эти системы смыслов и картины мира почему не меняются. Вот, но сегодня я буду говорить не про будущее, а как раз про прошлое. Вот, ну, попробуем, в общем, об этом поговорить сегодня. Я думаю, что у нас будет интересно. Лекция будет не очень длинная, вот, но так, в общем, базовые вещи, я думаю, что я успею рассказать. Итак, соответственно, о чем мы сегодня будем говорить? Значит, во-первых, тут, в общем, история про монтажение человека и бога, потому что, собственно, тут, опять же, интересная вещь, потому что в последнее время, да, всплыло очень интересные такие аналогии, что кто-то называет это беспредельным, кто-то называет это хаосом, кто-то называет это реальностью, кто-то называет это богом. То есть вот такие, как бы, синонимы получаются, да, для разных людей, для разных систем смыслов, для разного дискурса. Вот, поэтому, собственно, вот это взаимоотношение человека и бога, то есть для меня оно, в общем, влияет с чьим отношением с реальностью, с хаосом, с этим вот непознанным, беспредельным, безграничным и так далее, вселенной, космосом и так далее. Вот, поэтому я вот написал себе даже богом и богом с большой буквы с маленькой потому что собственно тут тоже можно продолжить еще и делать слэш 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 бесконечный хаос так далее вот мироздание там что угодно вот дальше соответственно есть интересный момент который тоже как всегда интересен взаимопроницовение реальности и мифа вот потому что мы как известно живем в общем не в реальности в придуманном мире вот и отношение этого придуманного мира и реальность она тоже в общем вполне себе интересная тоже она менялась во времени в пространстве что тоже интересно опять же об этом общем все разговоры просто мои в рамках этой вот нашей в нашей серии под названием культурное движение вот так что вот это вот от это такая базовая вещь которая собственно говоря там какие-то вещи мне кажется жадкой для нас момент вот соответствует третья история эта история про избегание истории а то как мы пытаемся не воспринимать историю в этом движении развития своем не видеть ее тоже интересно потому что она имеет тоже свои корни свои основы в очень древних временах вот и в архаике в такой это что мы сейчас пытаемся как бы не смотреть не читать не знать чтобы не знать что происходит это еще вполне себе тема и это в общем то то тема который мы не всегда хотим знать и при этом в общем этот момент способов избегания очень много вот этой темы можно не смотреть новости и не читать не смотреть телевизор не читать новостные порталы вот можно что-то еще другое делать и вот ну в общем это тоже традиция очень длинная соответственно тоже интересные фазы в какой-то момент у нас появился так сказать исторический взгляд на мир то есть некая череда исторический взгляд на мир пуждает восприятие мир как в общем цикличную такую историю в какой-то момент да в эпоху скажем это началось в эпоху там сельскохозяйственную да когда пошли цикл вот эти годовые стали люди воспринимать вот и скитите вот эти вещи стали для себя как акцентировать и на них строить свое понимание мира вот до этого то там был еще другое понимание мира как мира так сказать который был делился на две части время такое мифическое когда боги жили вместе с нами имели и время теперешное когда собственно люди живут отдельные исполнять собственно то чтобы заповеданы богами и ждут и выход их пришествия с будущим то что было хаечных народов тоже в общем формат такой вот и далее появился собственно само понимание истории и об этом тоже поговорим вот уже так как ли линейной истории да может говорим еще проект вспоминает такой термина как осевое время вот и это тоже в коем случае до какого-то момента это понимание времени как оси не было сегодня об этом только вскользь упомянем потому что просила время вообще понимание времени может быть сделать отдельную тема вот но меня нужно сделать так что она была актуальна и еще в наше время таймой придите не просто так была красивая байка чтобы она была сыном еще применимы к нашего времени поэтому пока что мы ждем я и выкаменитый готовлю вот ну и соответственно такой куртек а вот мы попробуем все рассмотреть ну что ж попробуем начать сначала на чем сначала мы с самого простого то что я очень обычно рассказываю показываю с того как у нас устроили наше понимание мира вот на самом деле тоже тем очень большая и много там разных вариантов и очень много разных интересных и гипотез и открытий было сделано последнее время вот этим занимается там и кто-то не занимает сейчас все когнитивной науки занимаются тем как мы познаем мир собственно говоря это очень интересно опять же но я вскользь только расскажу то есть фишка в том что наше вообще мера понимания наше понимание реальности начинается собственно с понимание кто и такой кто и такой что меня окружает это базовая базовая тема которая собственно говоря является этим мы говорим про компьютер это фактически такая история пробилоство есть кто это такой вот то есть это еще до операционной системы если вы посмотрим дальше на эти все вещи то начинает интересная вещь становиться это откуда я пришел откуда я пришла вот где я собственно хожусь мы серг Thorgyz куда Это уже, в общем, я бы сказал, что эта часть уже связана с пониманием времени, и эта вещь связана с культурой, в которой мы находимся. Потому что каждая культура, она создает вот это вот миропонимание, то, что называется, откуда пришли, где находимся, куда идем. То есть это уже такая для меня операционная система, потому что культура является, как и уже операционной системой общества, в которой она мыслит и все, что угодно раскладывает. Ну и плюс к этому операционной системе у нас, потому что мы мыслим тоже в тех же смыслах, в тех системе ценностей, смыслов и всего остального, которые, в общем, в культуре. Вот этот момент, откуда я пришла, где нахожусь и куда иду, то есть это явно линейный конструктор, как мы понимаем. Она совершенно линейная. И вот это линейное понимание времени, она в какой-то момент появилась, но при этом при всем этой линии, с ней происходят какие-то катаклизмы время от времени. Потому что вот эта вот система смыслов, создаваемая картина мира, создаваемая культурой, вот, она адаптируется, конечно же, к реальности, к изменяющимся обстоятельствам, в которой, с одной стороны, есть такие некие процессы естественные, то есть развитие каких-то, как это было у Маркса, приростных сил, приростных отношений, но при этом существуют еще какие-то катаклизмы, типа там революции или каких-то нашествий и так далее, которые тоже как бы что-то меняют, вот. И культура, поскольку она соотносится на операционную систему общества, с другой стороны, это инструменты выживания, как я постоянно об этом говорю, вот, общество, потому что это те ценности, которые помогают, в общем, существовать в условиях агрессивной окружающей среды, вот. Она, естественно, меняется каким-то образом, причем меняется, говорю, как с каким-то длинным трендом, понятным, со своим этим самым моментом, так и, собственно, взять каких-то революций, культурных революций, которые являются, в связи с действием, там, каких-то таких катастрофических явлений, коих, в общем, довольно много может быть. Об этом тоже у меня, в общем, есть рассказки, и, в общем, есть рассказки на Life Classes тоже, поэтому можно все это посмотреть в рамках моего вот этого курса по культуру движений. Вот, но что происходит время от времени? Время от времени происходит очень странная штука. Время от времени происходит странная штука, когда разрушается понятие, откуда я пришла, куда я иду. То есть вот эти вот созданные культурой системы понимания, она улетает, сначала улетает понятие, куда я иду, то есть понятие будущего, концепция будущего улетает, она уходит первая, вот, потом уходит, собственно, понимание, откуда я пришла, потому что, как это ни странно, свое прошлое мы формируем относительно нашей концепции будущего. То есть у нас, собственно, совершенно фантазийное, как мы понимаем, прошлое и фантазийное будущее, потому что и то, и другое мы себе придумываем. Ясное дело, что прошлое мы придумываем, это естественно. что-то пытаясь сделать, а будущее мы себе придумываем, а прошлое автоматом подстраивается. Потому что, как вы помните, когда случилась Великая Октябрьская социалистическая революция, которую так называли время назад, а потом кто-то стал называть Октябрьским переворотом, когда некая картина нашего будущего поменялась понимание этого события. Когда случилась эта революция, то тут же история тоже поменялась, потому что в истории была царей и война стала историей классов и совсем другого чего-то. Совсем другое стало понимание, почему не просто переделанные факты, а пересмотренные, а пересмотренные смысловые связки между теми фактами, которые очень влияют на все это дело. То есть поменялась система. Система, как мы помним, это не концентрация на фактах, а ассоциация на связях. То есть не явление, а связь между явлением, не особи, а связи между особями, то есть не люди, а связи между людьми. То есть это история про связи. Так вот, поменялась система связей, смысловых связей того, что происходило в истории за долгие-долгие годы. Так вот, когда уходит будущее, начинает разваливаться прошлое. В будущем эта вещь очень интересная, потому что будущем формирует культура, с другой стороны, в будущем формирует элита, которая берет на себя ответственность за эту концепцию будущего и формирует ее. И, собственно, разваливаться начинает тогда, когда существующая уже элита, уставная такая, которая ведет нас вперед или как сидит на шее, не знаю, как правильно сказать. Но сначала она идет вперед, естественно, когда только появляется новая, а потом она садится на шее, как правило, и долбит тебе по голове свои идеологии. Так вот, уходящая элита, она не с чем проблема, она, собственно, перестает вести за собой, она перестает формирует концепцию будущего, перестает быть лидером, то есть перестает сама туда идти, начинает заниматься всякими разными идеологиями и прочими разными пропагандами. И появляется новая, которая, собственно, создает новую концепцию будущего и, собственно говоря, берет за нее ответственность и является по-настоящему лидирующей, то есть по-настоящему лидирующей, а не той, которая сидит на шее и немножко свешивает, и только тебя морковкой вперед тебя привлекает, как мы это хорошо, в общем, уже с вами видим. Так вот, соответственно, вот эта вещь интересная, потому что вот сейчас мы находим эпоху турбулентности, когда у нас старая концепция будущего исчезла потихонечку, а новая еще не появилась, поэтому у нас проблемы с прошлым, и как мы видим, что у нас эстеблишмент всеми силами пытается удержать нас от того, чтобы мы его трактовали каким-то образом. Почему? Потому что, естественно, трактортуки будут естественными, потому что конец концепции будущего, прошлое может быть каким угодно. Самое интересное, что происходит дальше, потому что дальше, когда мы не знаем, где прошлое, где будущее, начинается другая проблема, начинает проблема с тем, где я нахожусь, то есть где я сейчас, потому что кто мы сейчас и где мы сейчас, мы теряем тоже. То есть вот это уже самое стрёмное, потому что мы не понимаем, где мы находимся, вот, а после этого, когда пропадают все вещи, неизбежно начинают происходить проблемы с амортификацией, то есть это стало очевидным где-то на второй фазе развития такой вот этого эпохи, как называемой постмодерном, вдруг неожиданно, вот где-то на второй части его развития, его движения, его существования, вдруг стало выясняться, что это проблема с амортификацией. То есть отказавшись в результате постмодерна от больших идей, прекрасных идей модерна, так сказать, больших нарративов, которые ведут нас в будущее, в светлое, вот, какое-то прекрасное счастье человечества, как мы помним, модерн выдал нам несколько вариантов этого прекрасного будущего в виде либерализма, коммунизма и фашизма, как говорят. Так вот, все эти три варианта, они, собственно, спокойненько похерялись в эпоху постмодерна, да, и вдруг неожиданно человек стал свободным, то есть он перестал быть зависимым от всех этих придуманных историй, вот, придуманных будущего, стал заниматься собой, то есть это вот самое бабло побеждает зло, появился все эти темы чудесные, развился, в общем, до какого-то предела массовый человек, массовое сознание, мы об этом еще можем говорить, и, собственно, уже говорили как-то раз, не так давно, вот, и про массовое сознание, массовую культуру. Так вот, неожиданно этот постмодерн кончится тем, что мы потеряли ощущение, кто же мы такие, потому что, потеряв большие идеи, потеряв все это направление движения, мы потеряли все эти истории, у нас пошли бесконечные трактовки прошлого, будущего и, в общем, потихонечку мы потеряли понимание себя, то есть пропала еще и вот эта часть. ВОДОЛЖЕНИЕ 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 ВОДОЛ